Самые благородные люди собрались в Кремле в день борьбы с раком. Среди них и Северодвинка Нина Костюкова-Бюхлер, руководитель организации «Триединство». Общественные деятели, доктора, профессоры, благотворители и волонтеры стали лауреатами национальной премии «Будем жить». Однако самая большая награда для них – спасенные жизни. Репортаж из Кремлевского дворца Ирина Анучиной. В зале Кремлевского дворца люди, не понаслышке знающие, что такое рак. Здесь нет случайных лиц, и даже ведущий церемонии, певец Владимир Левкин, сам дважды победил страшную болезнь. 19 номинаций. Награды получили известные в стране благотворительные фонды и проекты, специальные госпитальные школы, легенды отечественной онкологии, известные хирурги, реабилитологи, профессора и целые династии врачей. И среди этих столичных светил вдруг звучит Северодвинск. Наше НКО «Триединство», которое помогает справиться с онкологией, признано лучше в стране. Так просто гада всем тем, кто помогал, кто помогает, без которых даже, наверное, одна десятая часть не была бы сделана. Это наши дорогие Северодвинцы, Архангелы Городцы. Ну и, конечно, люди, которые из регионов, которые нам тоже помогали и помогают, которые нас поддерживают, родители, детей. История «Триединство», как и большинства благотворителей в зале, родилась из личной беды. Нина Васильевна лечила сына. Мальчика спасли, а свой опыт мать решила передать другим. Так же, как и мамы, чьи дети сгорели от рака. Материнское сердце – пожалуй, самая трогательная номинация. У наших детей действительно была очень короткая, но яркая жизнь. И они приходят не зря в этот мир. И уходят так рано, наверное, для того, чтобы мы с вами были милосерднее и добрее. А эти дети не исчезают. Просто они навсегда поселяются в наших сердцах и освещают нам путь. Путь благотворительности, который очень непростой. Любите, жалейте, целуйте и балуйте своих детей сейчас и сегодня. Потому что никто в этом мире не знает, что с ними будет завтра. У меня в 2011 году ребенок заболел ликозом. И в какой-то момент, когда я немножко от шока отошла, проснулась моя профессиональная сущность и поняла, что не хватает таких книг. Потому что у родителей очень много вопросов, а врачи не всегда обладают ресурсами на них отвечать по 100 раз. А по 100 раз, потому что родители с первого раза ничего от стресса не понимают и не запоминают. Наталья Леднева на пожертвование издала уже 4 книги. Отправляет их по заявкам в регионы абсолютно бесплатно. В числе лауреатов и известный доктор Сома, основатель Евразийского противоракового фонда, трижды спасшийся от онкологии. Сегодня он все свои деньги отдает на благотворительность. Ездит по регионам, бесплатно оперирует стариков. Екатерина Андреева, посол проекта «Учим, знаем». Также удостоена премии. Отметили и династии волонтеров. Артур Сурининов – это мой внук. Он член победительского совета фонда «Подорожий» с 2006 года, то есть уже 12 лет. Он дает вместе с другими актерами благотворительные концерты. Совместными силами звезды спасли девочку Лизу Петухову. Вот она, жива, здорова, сегодня поет на сцене. И таких счастливых историй множество. Только в Северодвинскую организацию «Триединство» в год приходит порядка 680 нуждающихся. А сколько их по стране? Кстати, Нина Васильевна в Кремле нашла новых единомышленников. И, возможно, скоро родятся новые проекты под общим девизом «Будем жить». Если б не ты, ничего там не завянуется. Ты главный моторчик. Ты знаешь, так хочется жить, как мне напишут в газете, взять и все раздарить. Жить, чтобы помнили дети. Ирина Анучина, Михаил Тараканов. Специально для Вестника Северодвинска.